всем привет сегодня у меня в гостях павел репин это эксперт по недвижимости и многие его знают как беспристрастного от разоблачителя разоблачителя недвижимости и сегодня с ним мы будем разбирать очередной жилой комплекс от атом стройкомплекса паша ты готов да я готов поехали сегодня с пашей мы будем разбирать жилой комплекс народные кварталы что строит атом стройкомплекс на уралмаше город екатеринбург а причиной того стало следующее я вам сейчас прямо зачитаю текст который опубликовал директор агентства недвижимости атом стройкомплекс данил кузнецов читаем народные кварталы это пример того каким должно быть народное жилье не с точки зрения цены а с точки зрения комфорта моя любимая тема комфорт мы стремимся к тому чтобы каждый житель екатеринбурга несмотря на свой уровень дохода смог жить в соответствии со своими ожиданиями и желаниями а не идти на компромисс так выпьем за то чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями вот так вот ни много ни мало итак первое это локация давайте поговорим о том где находится этот дом потому что это первый параметр по которому люди в общем-то подбирают себе жилье мы посмотрели с тобой буклет мы посмотрели с тобой где это находится в общем-то это задворки улицы бакинских комиссаров правильно я понимаю как бы расселение частного сектора идет когда-то это может быть и центр будет но на сегодняшний день да это жилой комплекс находится чуть ли не посередине частного сектора прокомментирую пожалуйста вообще какова там инфраструктура где-то находится и и как это с точки зрения людей которые купят там квартиру слушайте но надо понимать что локация уралмаш она уникальна для города то есть люди которые любят уралмаш они его просто любят ну безусловно там достаточное количество школ достаточное количество детских садов есть там академия спорта до вокруг так далее но люди выбирают уралмаш просто они родились на уралмаше и вот переезжать никуда не хотят как показывает практика поэтому относительно других районов я даже сравнивать не буду для расположения уралмаша это неплохая локация рядом там те же новые дома которые строила там там ударник и так далее да и более старые дома и главный минус уралмаш у нас известен метро до метро здесь почти два километра это если по прямой мерить а если пикулями то еще бы не пикулями а по улицам потому что сквозь дворы ты не пойдешь до лично я замерял от два с половиной километра от жилого комплекса народные кварталы до станции метро которая около зарина ну то есть по московским меркам наверно это рядом с метро по екатеринбургу все-таки но полчаса пешком да да это в лучшем случае до застройщик утверждает что до парка победы пять минут пешком опять же по линейке по линейке да мы понимаем что там частный сектор мы понимаем что как бы у нас дороги не европейские да вот эти бульвар чеки где ты прогуливаешь при ты вряд ли там больше тиску со скоростью там даже четыре километра в час а я предлагаю эту ситуацию проверить чтобы не быть голословными и просто сходить проверить а ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Прежде чем я дам слово Паше Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Все осталось на уровне пятилетней давности Ну вот я то что почитал здесь Да вот в буклете написано Все пятилетняя давность Ну хорошо Все что касается кирпича Может быть это и неплохо Безусловно Как бы у Атома Это известная история То есть облицовочные фасады Лучше чем Мокрятина Хотя мокрую штукатурку Атом вставил Да вот как раз там 27-этажный дом Сократив даже сети В визуальном восприятии Как они считают Ну долговечнее да С точки зрения Все-таки современного подхода Там ну опять же Это все индивидуально сугубо Но кто-то считает Что газоблок Это ну менее экологично Чем Паракам Да тем более чем Там кирпич Теплоэффективность И так далее То есть материалы Это идут вперед Но у Атома есть своя завязка У них свои двери Свои окна И все такое То есть вот От этого никуда не уйти Вот такой махини как Атом Поэтому рассчитывать На какие-то Суперинновационные материалы Нет Рассчитывать на то Что ребята Слава богу Пару лет спустя Доработать свою конструкцию До какой-то Соответствующей времени Это здорово Это спасибо Вопрос в связи с этим Атомстройкомплекс Строит из своих материалов То есть они стараются Занести на стройку Полностью все свои материалы Ты только что об этом сказал Да Двери, трубы, провода, окна Все они все изготавливают сами Ну или стараются все сами изготовить Простого покупателя Интересует скорее всего Вот какой вопрос Ну и что Что он сам Из своих материалов Все это заносит И строит А может это и хорошо Может это и лучше Так это хорошо или нет Каждому свое То есть с точки зрения Отработанности технологии Годами Да, хорошо С точки зрения В следовании в ногу Со временем Это отсталость Все их двери Все их окна Ну то есть Кто-то шуко ставит А Атом Атом профи Вряд ли шуко изготовит То есть да Ты можешь рассчитывать На тот уровень Который там есть И годами формировался Но как бы Как показывает Практика СМИ Да, есть Нарекания Даже вот на эту Отработанную технологию Вудс Продувание Вся вот эта вот история Очень много всего этого Про там безусловно Застройщик строит много Поэтому много и этого шума Что из-за этого Конкуренты Это уже другая история Но в целом это есть На мой взгляд Девелопмент все-таки Уходит далеко вперед В том числе И с точки зрения материалов И Атому за ним Просто никогда не поспеть За счет вот этой структуры Некоммерческого партнерства Ну может быть И хорошо Потому что Квартиры У Атом Стройкомплекса Стоят В общем-то Таких денег Которые На которые Можно Обратить внимание И подумать О покупке этого жилья В общем Мне так кажется Скажем так Если мы сейчас говорим Про конкретно Народные кварталы Да, я вчера Проанализировал То есть там Сравнивать с каким-нибудь Принципом недвижимости Который вот Всегда пытается Вследовать многое Со временем По концепциям Ну конечно Переплачивать за принцип Не каждый готов За все эти там Холлы Реально холлы Не то что Двух уровней Свет нарисовал Атом А уже есть там Пример У принципа Реализованных холов Похожих на гостиницу У Атома этого К счастью Или к сожалению Просто нет На сегодняшний день Все что Атом пытался Делать бизнесом Это страшная история То есть я вот Вспоминаю ЖК Апельсин Я там продавал Седьмой подъезд Который не пытаюсь Сделать многое Со временем И там детская комната Там даже вот Дощечка вот эта Мелки разложены Ну только заперты Потому что УК территория Не знает как это обслуживать Вот построили Потому что тренд И все То есть ты хочешь сказать Что вот та Новая концепция Жилого комплекса Народные кварталы Про которые мы сейчас говорим Это эксперимент для Атома И такого они еще не строили Я думаю что Новопарк какой-то Последователь в этом вопросе Ну который на широкой речке Построил Атом Но в целом Как бы это Стремление следовать Тенденциям девелопмента Но с запозданием На пару-тройку лет Молодцы Что как бы Через эту махину Протащили изменения Я уже сказал Что они во многом Похожи на бруснику И они ее копируют То есть это Территории Это мопы Просто они показательные Брусники большие И так далее Но Черт возьми Почему же нельзя Найти нормальных архитекторов Которые бы Сделали нормальную архитектуру Потому что Лично для меня Сейчас Паша свое слово скажет Лично для меня Та архитектура Которая получилась Но знаете Можно поставить Несколько коробок Из-под бытовой техники Ну вот рядом Нарисовать фломастером Прямоугольники Типа окошки И получится вот Нечто похожее Но тем не менее Тем не менее Значит что они пишут Про свое оформление Фасадов Нижняя часть фасада Комплекса Облицована силикатным Кирпичом темных оттенков По специально созданным Паттернам А все что сверху Это белый кирпич Штукатурка Таким образом Создается архитектурная среда Дружественная человеку Визуально Дома воспринимаются Как Пяти-шестиэтажные Двадцать семь этажей Секция Ты не видишь Просто все что уходит В небо Вот А все что выше Растворяется Плюс На уровне Первого этажа Выполнена Кирпичная кладка Под клинкер Которая еще больше Усилит внимание К нижней чаще За счет выступающих Кирпичей Ну Маркетологу Мой отдельный респект За идеи Которые ты Протащил этот буклет Я не скажу Что Атом похож на бруснику На мой взгляд То что сейчас Это строится Это все что Набрали с разных сторон То есть там Стелобатный двор Это там Тен Реализован в сказке В Руси Сейчас проектируется И так далее Фасад Ну они вынуждены Еще раз За технологию Оставить свой Вот эта вот Линия с бульваром Мне кажется Вполне там Похожа на Меридиан Который там То же самое Позиционируется Линия бульвар Ну как бы Ребята меняются Относительно себя В лучшую сторону Атом никогда Не сравнивал себя С другими застройщиками Слава Богу Что он старается Быть лучше Чем сам вчера Все Резюмируя Его архитектуру Его отделки Место общего пользования По планировкам Ну это отдельная история Завершая вопрос По поводу того А что это вообще такое И что это из себя Представляет Мы подошли к следующему То есть Атомстрой комплекс Становится лучше Чем он сам есть И делает Более лучший продукт Чем делал раньше По концепции Ну и в том числе Пытается Современно В соответствии С современным стандартом С опозданием Вот и все Второе Как он это реализовывает Конечно Это могло бы быть лучше И с точки зрения архитектуры И с точки зрения дизайна И с точки зрения материала Что касается архитектуры Ну я вот Лично свое мнение Я уже сказал Напишите в комментариях Пожалуйста Вы дорогие зрители Как вам кажется Я Лично мне Так это Наставленные коробки Это такой Вот опять Человейник В котором Много-много Всех 27 этажей Это Ну никогда не было Дружественной средой Для человека Ну то есть Это Остальные Размываются Мы же с тобой Выяснили А они размываются 6-7 этажей Но видимо Сейчас не уйти От этого Современного Веяния Строительства То есть Только будет Больше и выше Но тем не менее То есть Здесь конечно Странно говорить О какой-то Человечности Материалы Хорошо это Или плохо Судить вам Я например Слышал такое мнение От отделочников Которые Занимались Ремонтом И отделкой В домах Атомстрой Комплексы Которые Стоят прямо Перед этим Жилым комплексом По бакинских комиссарах Мы там просто делали ремонт И в частности Сантехник Очень ругался На трубы Атомовские Потому что Они не того сечения Не того диаметра У них не те хомуты Эти хомуты Начинают Расширяться Сужаться Просто по законам физики Из-за того Что там течет Горячая вода Она то горячая То течет То не течет Соответственно Расширяется Сужается И вот эти муфты Разбалтываются И поменять их Невозможно Потому что Это только завод Атомовский Но это мнение Вот сантехника Короче говоря Есть вопросы К вот этим Нестандартным материалам У них же даже Двери нестандартные У них все Размеры дверей Нестандартные Захочешь купить В магазине дверь А она у тебя Не подходит В размер атомовский Насчет размеров Честно говоря Не вникал Но как бы Они своего производства Уникального Лично я например С чем сталкивался Это розетка Которая установлена В перегородку С двух сторон А дырка просто Насквозь высверлена Ну вот просто Сэкономили Ну как бы Так же удобнее Быстрее Ничего что Звук сквозь нее Проникает Ну зато Быстрее Вот это атом Да Вот прям Не убавить Не прибавить Да Вот это Атомстрой комплекс Зато Зато Как нам говорит Господин Кузнецов Несмотря на свой уровень дохода Каждый житель Екатеринбурга Смог бы жить В соответствии Со своими ожиданиями Обращаюсь к зрителям Вы ожидаете Что ваша квартира Будет 21 метр квадратный Квартира Не комната Не гостиная А вся квартира И вот теперь мы подходим К следующей теме Это как раз Квартира сама Непосредственно Вот как она есть А это Ну планировка Как вы понимаете То есть мы смотрим На них сверху Смотрим сколько комнат Сколько они квадратных метров И я чувствую Что Паше Есть что сказать По этому поводу Не, но Здесь стоит сказать Что там есть В первую очередь Народных кварталов И там нарезка Мы к нарезке Еще должны вернуться Прежде чем в планировку Заглянуть Она более такая Щадящая Семейная Там народная Как угодно Назовите Там 5-7 квартир На этаже Да И нет Вот этих вот Уважаемых вагончиков Камер как угодно Их назовите По 21 По 22 квадрата В этой секции их нет Ну наверное Поэтому ее собственно говоря И раскупили То что сдается В начале 23 года Там вот эта вот история 17 квартир Пусть их разделенных На блоки 4 лифта И как бы Вот эти вот Рядом 3 студии По 20 квадратов То есть Ну в общем Что сказать Вот такая экономика проекта То есть Ты там строчку Ты там Девятиэтажную секцию По 5 квартир Туда туда заезжают Семенины А потом где-то На отдалении Можно построить Вот такой вот Камерный дом Назовем его С разными планировками Я не знаю Ну есть такие люди Показывают практика У любого застройщика Это там Такие нарезки Появляются И это сверхмажинальная история То есть 100 тысяч метров квадратных Например На Урал Маши За эту студию Это как бы Такая история Вот Но на мой взгляд Это сказывается На том самом комфорте среды Про который говорит Данил Павлович А комфорте среды Просто Там Речь идет о том Что Большое количество людей Будет проживать В этом доме Ну то есть Либо это семья Живет там в трешке Три человека Четыре человека Либо Это студия В которой Один-два человека Которая будет сдаваться Вот ключевое Да И соответственно Туда будут заезжать Непонятные люди Которым в общем-то Плевать на двор И на дом Потому что Это не их Они живут временно Соответственно Отношения Как к временному И получается Что вот этот дом Становится Таким притяжением Вот этих вот Людей Которые будут Ну как-то Неблагоприятно Сказываться На общую обстановку Просто больше вероятность Что такие люди Появятся На самом деле И в трехкомнатную Квартиру В любом районе Может заехать Какой-то абсолютный человек Которым по барабану На свое жилье И устраивать Какой-то трешок Для соседей То есть Никто не застрахован Даже центр города От этого не застрахован Но вопрос в том Что здесь вероятность Этого повышается Когда ты делаешь Три камеры Комнаты По 20 квадратов Их Они кстати Очень хорошо Выкуплены сейчас По стояку Значит скорее всего Это арендаторы Которые вложили Свои деньги И будут сдавать Их посуточно Вполне вероятно Подо что Используется квартиру Посуточно Не знаю Но в целом Как бы Вот эта опасность Она существует И вероятность Ее выше Потому что Это 27 этажей И вот такой нарезки Этажа И на этаже Сколько таких студий? 4-3 В общем Достаточно много Здесь Потом мы покажем Наверное Да Покажем В общем-то Не самый Хороший Семейный Формат проживания Скажем так Ну а все-таки По сути своей Что это? Какого Как бы ты Классифицировал Это жилье? Какого Класса? Какого уровня Этот жилой комплекс? Эконом? Комфорт? Бизнес? Я Не люблю Сегментацию На эконом Комфорт бизнес Но если говорить Про то что я увидел 9-этажной С 5-ю квартирами Это же комфорт минус Или комфорт плюс Или комфорт То что с нарезкой На отдалении стоит С 17-ю квартирами Это же эконом плюс Может быть за счет того Что твор и так далее Но опять же Ведь все зависит от того Как это будет реализовано Я еще раз говорю То есть у Атома Был пример ЖК Булгаков Который на визе Реализовывался Под центральный стадион Но это же трешак То есть там тоже Наверное в картинках Буклетах были нарисованы Красивые деревья Которые рисуют благоустройство А вместо этого Ты выходил из двора И натыкался На крышу паркинга Который просто Черным гудроном Вымазан И ты просто Типа вот у тебя там Две лазилки стоят А дальше у тебя Вот такая черная стена В этом весь Атом И вот сейчас здесь Нарисованы красивые деревья Которые они высадят На бульваре Которые вроде как Позиционируют Как пространство для жителей Я предлагаю людям Запомнить эту картинку Вот эту картинку И посмотреть Что будет в 22-м году В конце А ты предполагаешь Что Атом Может не Выполнить своих обещаний И просто по-другому сделать Ну прецедентов Обещаний Атома С расхождения реальностью Их достаточно Возьмем мост На ЖК просторы Многострадальные Обещать не значит Жениться Это нормальный тренд Тем более Когда у тебя Сильный административный ресурс И потом это можно Там замять на уровне СМИ Замять на уровне администрации Которые тебе ничего не предъявляют Я сам строил дома Атома На Мехренцова-Ванцовского Мы там укладывали Временную дорожную Дорогу из сплит И она простояла Еще все время Что я потом уже риэлтором стал Короче там топило И так далее Пока короче это вышло Нет ничего более постоянного Чем временное И вот здесь то же самое Здесь можно посадить Не готовые крупномеры деревья Чтобы бульвар выглядел Бульваром А вот такусенькую травинку Которая будет прорастать Лет через 10 Возможно она будет выглядеть так Но дай бог То есть я Вот как бы В случае с Атомом Видя проект Народные кварталы Видя как они Пытаются следовать Современным трендам Надеюсь на лучшее Но там Фидбэк застройщика Говорит нам Ну вернее Бэкстейдж Или как это называется Говорит нам о том Что ну бывает всякое У застройщика Есть определенные Как бы это Обязательства Которые они на себя Вроде как публично брали Но при этом Не торопится исполнять Когда квартиры проданы Точка В общем дорогие друзья Судите сами Решайте сами Как говорится А Паша Говорит о том Что есть риск того Что будет не совсем так Как заявлено в буклете Но мы картиночку запомнили Так что потом будет возможность Сравнить Правда не факт Что вам потом удастся Вернуть деньги Или что-то там Еще По планировкам Я буду снимать Отдельные обзоры Но пока я предлагаю На этом завершить От вас Я жду комментариев Пишите пожалуйста Какие вопросы Вас интересуют Конкретно по этому Жилому комплексу Все на этом друзья Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Колокольчик там Еще вроде какой-то Надо нажать Там что-то да Говорят Уведомляет о чем-то Всем спасибо Пока Пока